МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На Пасху по традиции тысячи людей ходят на кладбище. Но в этом году планы придется скорректировать. Почему лучше остаться дома? Репортаж Екатерины Сегеда. Четвертая четверть – самая технологичная. Школьники и студенты края начали учебу на удаленке. Расскажем, как это работает. И как нахождение дома помогает обнаружить в себе скрытые таланты. И узнаем секреты национальной кухни. Итак, начинаем выпуск. Российские регионы получат 200 миллиардов рублей из федерального центра. Деньги помогут гражданам и обеспечат устойчивость бюджетов. О новых мерах поддержки объявил президент Владимир Путин. Открывая заседание правительства страны, он сообщил о целом комплексе принятых решений. К перечню предприятий, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, добавились малые и средние компании по торговле непродовольственными товарами. Организации из этого перечня смогут получить деньги от государства на сохранение зарплат в апреле и мае. Беспроцентные кредиты на эти цели теперь будут обеспечены гарантиями Внешэкономбанка. Появится и новый вид кредита на пополнение оборотных средств. Кроме того, прямую финансовую поддержку получат регионы. У субъекта федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства. Направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности. На выплату пособий и зарплат бюджетника. Решение самых неотложных социальных вопросов и помощи людям. Новые меры поддержки граждан и бизнеса прокомментировал губернатор Владимир Владимиров. Он отметил, что крайне важно, что государство перешло к поддержке предпринимателей прямыми выплатами. А выделенные регионам средства помогут в полном объеме продолжать краевые программы и находить новые механизмы помощи. И президент очень четко нам сказал держать руку на пульсе и постоянно реагировать на новые вызовы, новые угрозы, которые несет нам эта коронавирусная инфекция. Они говорят о том, что президент видит наши проблемы, правительство принимает решения по минимизации рисков, связанных с этими проблемами. Ну а наша задача остается одна – правильно разрабатывать мероприятия, быстро доводить средства до наших с вами предпринимателей, до граждан и, конечно же, обеспечивать устойчивость экономики. Отреагировали на выступления Владимира Путина и в деловых кругах Ставрополья. Сами предприниматели считают введенные меры своевременными и важными. А возможности, предоставленные регионам, позволяют вести прямой диалог бизнеса и краевой власти, оказывать эффективную и конкретную помощь. При этом предприниматели предполагают, что в будущем понадобятся и другие механизмы поддержки. Действительно, предприниматели после соответствующих поручений президента получат деньги. Получат деньги именно на выплату заработной платы в размере одного мрот в течение двух месяцев. На каждого сотрудника, которому они, собственно говоря, выплачивали заработную плату до 1 апреля, но получат за апрель и за май, соответственно, за два месяца. Здесь мы приветствуем, безусловно, эту меру. Действительно, для кого-то она поможет, но для кого-то это будет, честно говоря, бессмысленно. Ну, что касается мер для бизнеса, я считаю, что они своевременные и необходимые. И то, что регион принимает решения, я думаю, что завтра дома примет те предложения, которые внес губернатор. И также то, что предложил президент. Бизнес давно ждал этих решений, особенно поддержка по зарплате, которая будет оказана. Я понимаю, что, может, хотелось бы больше, но на самом деле это полезно. Чего хотелось бы еще, пользуясь случаем, хочу сказать, это момент, что поддержка должна быть всех видов деятельности малого бизнеса, а не только, которые там в списке есть правительства. И второе, к сожалению, в перечень поддержки не попали некоммерческие организации. Они на самом деле оказывают много социальных вопросов, и это тоже малый и средний бизнес. Тем временем в крае число заболевших коронавирусной инфекцией превысило 100 человек. Подтверждено 20 новых случаев. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил губернатор. Сейчас идет работа по выявлению круга лиц, которые состояли в контакте с заболевшими. Как отметили на ежедневном брифинге в правительстве края, из 115 пациентов шестеро в тяжелом состоянии. Все заболевшие получают необходимое лечение. Как прозвучало, прирост зараженных – это результат бессответственного поведения жителей региона. Это беспечность и, наверное, такое несерьезное отношение к тем мерам, которые предпринимаются правительством для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Проведение семейных мероприятий, посещение родственников в других территориях, те, которые являются там, где выявляется коронавирусная инфекция. Я еще раз повторяю, это может коснуться каждого из нас. И если каждый будет относиться наплевательски, мы очень долго еще будем подходить к пику этого заболевания. Между тем, пенсионеры, которые забирали выплаты в почтовых отделениях, уже получили свои деньги на дому. Это порядка 230 тысяч человек. Почтальоны, которые разносят пенсии, обеспечены всеми средствами защиты. Им были закуплены маски, перчатки, все дезинфицирующие необходимые средства. Всего на вот эти защитные средства в Ставропольском крае почтой России было потрачено около 15 миллионов рублей. В настоящее время, помимо того, что уже было закуплено, закупаются специальные очки и халаты. Противовирусный режим подстегнул многих развивать цифровые сервисы, чтобы работать удаленно. Вот пример. Платить за коммуналку жителям региона теперь будет проще. Ставрополь Крайводоканал запустил одноименное мобильное приложение. Вот так это выглядит на нашем планшете. С помощью сервиса можно будет передать показания счетчика, оплатить счета, узнать платежную информацию. Для регистрации достаточно будет ввести 15-значный номер абонента, номер счетчика и электронную почту. Скачать приложение можно в Apple Store и Google Play. Так что вот так незаметно многие привычные вещи переходят в онлайн. Между тем, рост числа зараженных коронавирусом в крае привел к усилению ограничительных мер. Так, посещать кладбище в период самоизоляции до 30 апреля запрещено. Соответствующее постановление подписал губернатор Владимиров. Пасха в этом году будет не такой, как обычно. Отмечать святой праздник будем дома. Подробнее о вынужденных мерах в репортаже Екатерины Сегида. На въезде в одной из крупных кладбищ Ставрополя стоит таблица. Движение закрыто. Но, несмотря на это, и действующий режим самоизоляции. Горожане торопятся на могилы своих близких, чтобы навести там порядок перед Пасхой. Ведь в сам священный праздник попасть сюда будет нельзя. Новость о таких вынужденных мерах большинство ставропольцев не удивило. Все понимают – опасно. Но некоторые все равно считают своим долгом подготовить могилы близких и родственников к празднику именно сейчас. На кладбище убирали у родителей. Да, душа болит все равно. Хотя бы убрать, уж на Пасху не идти, чтобы чистенько было. Как говорится, зовут нас родители тут же, тети, дяди. Мы знаем, что не надо, что обстановка, что эта болячка такая противная. Ну вот так, нарушаем. Ну пусть простят нас власти, и Бог нас пусть простит. О закрытии мест захоронений по всему краю до 30 апреля сообщил губернатор Владимир Владимиров. Знаете, надо поставить что-то во главу угла. То есть, либо здоровье наших граждан, либо попытка угодить всем, кому угодить, в общем-то, невозможно. Поэтому давайте за здоровье бороться. Именно за здоровье. Все остальное будем решать по мере поступления проблем. Сейчас самое главное – сохранить здоровье наших с вами земляков. Вот поэтому, исходя из этого, и принимайте все решения. Закрытие кладбищ, соответственно, общественный транспорт. Исключение только для церемоний похорон. И то присутствующие должны соблюдать дистанцию. Также прекратит работу и городской транспорт, который следует кладбищам. На входе организуют контроль. Будут у нас наряды полиции, будут наряды казачества, будут ответственные лица. Сегодня по основаниям правительства Российской Федерации определен ряд должностных лиц, которые уполномочены на составление протоколов об административных правонарушениях. Соответственно, все эти должностные лица сегодня составляют протоколы, выходят на улицу и участвуют в рейдовых мероприятиях. Соответственно, и что касается кладбища и всех остальных мест, те же самые меры будут приняты. Согласно поверию на Пасху, души усопших приходят домой к родным. Главное в этот период, как говорят священнослужители всего края, помочь ушедшим молитвами и добрыми делами. Усопшие уж точно на нас не обидятся, если мы в душе любим их, молимся о них, но придем на кладбище в другое время, проведем там уборочку и помолимся у могилки. Самое главное, дорогие мои, это молитва, которая нужна и больным, и здоровым, и усопшим. Храмы и церкви края будут открыты, богослужения пройдут по всем канонам. Но православных призывают остаться дома, тем более, что посмотреть службу можно онлайн. Наш телеканал будет транслировать мероприятия в Казанском кафедральном соборе. Останутся дома на Пасху и вам советуют Екатерина Сегеда и Иван Фильянов. Ставропольское телевидение. Поэтому присоединяйтесь к трансляции ночью субботы на воскресенье. Покажем все. Ну а в Ставрополе усиливают контроль за тем, как люди соблюдают режим самоизоляции. Патрули вправе остановить любого человека на улице и проверить, соблюдает ли он режим. Тех, у кого нет весомой причины находиться вне дома, ждет штраф. Джамиля Ибрагимова отважилась выйти на улицу, но только чтобы снять репортаж. Защитная маска, перчатки. Вот в таком обмунировании наша съемочная группа в эти дни отправляется на улицу. Да и вообще за пределы здания мы стараемся выходить только по уважительной причине. Когда едем на съемку. О вольных прогулках по улице пришлось позабыть. Тем более, что сейчас это рискованно. Не только потому, что можно заразиться вирусом. Те, кто отважился выйти на улицу без уважительной причины, могут наткнуться на серьезный разговор с полицейскими. Вот кадры одного из сегодняшних рейдов. Правда, у этой пожилой пары нашлось, чем оправдаться перед патрулем полиции. Куда идете? Магазин. 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 А где прозвольте? Вот. А вот чехники. А мы вот в этот, народный. Полицейские сейчас патрулируют улицы и имеют полное право остановить любого и спросить документы. Тем более, что спросить есть кого. Воспользовавшись хорошей погодой, много ставропольцев решили выйти на прогулки, не понимая всей серьезности и не думая о последствиях. Вот мужчина запамятовал, что надо сидеть дома и решил выбраться в гости к товарищу. У вас была крайняя необходимость для этого сюда прибыть? Да. Вы в курсе, что самоизоляция, что лишний раз вообще не стоит выходить на улицу? Там, где не помогают разъяснительные меры, идут аргументы более убедительные. Штрафы до 30 тысяч рублей. Рейдовая группа на сегодняшний день не составляет протокол. Штрафы здесь внушительные. На сегодняшний день, буквально за три дня, мы выявили 309 нарушителей режима самоизоляции, которые будут привлечены к ответственности и штрафы там серьезные. Глаз да глаз сейчас из-за людьми, которые не так давно приехали в край. Им нужно 14 дней посидеть дома. Под запретом в данном случае даже прогулки в магазин. В гости к таким людям и наведываются правоохранители. Дома находите? Самоизоляцию соблюдаете? Да, конечно. И те, кто рискнул выйти на улицу и подверг опасности окружающих, а такие тоже есть, точно не обойдутся одним выговором. Их ждут меры посерьезнее. Семь граждан привлечены к административной ответственности за нарушение карантинных мер. В настоящее время на контроле органов внутренних дел находятся порядка 400 граждан, прибывших из-за рубежа и соблюдающих карантинный режим. Поэтому не играйте с огнем и останьтесь дома. Гораздо разумнее потратить деньги на что-то нужное, чем на оплату штрафов. Но самое главное, это поможет всем нам пережить непростой период быстрее. На улице только по работе Джамиля Ибрагимова и Юрия Корниенко. Ставропольское телевидение. И еще одно важное предупреждение. Информация для жителей Ставрополя. Завтра в городе зазвучат сирены. Но переживать не стоит. Цель мероприятия проверить систему оповещения и рассказать людям, что делать в случае реального ЧП. Когда услышите сирены, а случится это в 11.10, включите телевизор и радио. Через несколько минут региональные СМИ выйдут в эфир и еще раз напомнят об учениях. Просим отнестись к этому с пониманием. Ну что ж, выпуск подошел к экватору. Но мои коллеги подготовили еще немало новостей для вас, пока вы остаетесь дома. Вот о чем расскажем, не переключайтесь. Четвертая четверть – самая технологичная. Школьники и студенты края начали учебу на удаленке. Расскажем, как это работает. Нахождение дома помогает обнаружить в себе скрытые таланты. Узнаем секреты национальной кухни. И правила финтов с виртуальным мечом. Обсудим в новостях спорта. Преподаватели в аудитории, а вот студенты и школьники дома. Это стандартная ситуация для учебы в нынешних условиях. Ставропольские учебные заведения осваивают дистанционку. За временно пустыми партами посидела Виктория Шкальная. Молодцы, молодцы, молодцы. Все на месте, я чему несказанно рада. Аплодисменты как приветствие. У студентов этой группы есть такая особенная привычка, которая появилась давно. И дистанционное обучение не повод от нее отказываться. Итак, студенты на связи, преподаватель перед камерой. Можно начинать пару. Такую тему мы изучали с вами на прошлом занятии. Со стороны это выглядит весьма необычно. Но для преподавателя и студентов ничего особенно не изменилось. Второкурсник Даниил после очередного занятия рассказывает. По личному общению немного скучает, но не унывает. В данный момент мы все находимся... Ну, создали один сервер, и там у нас происходит обучение. К нам приходят преподаватели и рассказывают нам онлайн-лекцию. Очень интересно послушать их. Вот, и мы записываем все конспекты, конспектируем свою тетрадь. Затем изучаем материал. Ну, и так работаем. А это уже соседняя аудитория. Здесь тоже идут занятия. Только теперь в режиме аудиоконференций. Здесь преподаватели и студенты друг друга не видят, а только слышат. Картины для учебной аудитории весьма непривычные. Парты пустые, на месте студентов преподаватели. И при этом учебный процесс идет полным ходом. Хоть сейчас этого не видно, но здесь, на домашнем обучении, сейчас находится больше 150 студентов. От старших коллег студентов не отстают и школьники. Они вместе с учителями тоже адаптируются к новой системе. Вот так сейчас выглядит урок русского языка для девятиклассницы Алины. Различные материалы, ссылки, также домашние задания учителя отправляют нам в электронный журнал. Выполнить мы их должны к определенному сроку, который тоже указан в журнале. Домашнее задание мы отправляем учителю по электронной почте. Если наставляются какие-то вопросы, то мы можем обратиться к учителю за советом. Ставропольским школьникам теперь доступно большое количество полезных онлайн-продуктов. Сотни видеоуроков, тестов и заданий по всем предметам. Будь то химия, история или литература. 275 тысяч детей имеют возможности, подключились к онлайн-платформам. Вместе с тем почти 20 тысяч детей у нас такой возможности не имеют. Поэтому для них учителя разработали индивидуальные учебные планы. Осуществляется обучение с использованием учебников. И налажено взаимодействие с учителями в любой удобной и доступной для родителей форме. Вся информация о новом формате обучения размещена на сайте Краевого Минобра. Кроме того, в министерстве организована работа горячей линии, по которой можно будет получить необходимую консультацию. Но несмотря на все прелести дистанционных занятий, студенты и школьники ждут скорого возвращения в родные классы. По крайней мере, они сами так говорят. Вместе с преподавателями хотят в это верить Виктория Шкальная, Яна Лукошкина, Константин Шеляпин и Олег Байкулов. Ставропольское телевидение. Ну а теперь небольшой вопрос. Какое у вас самое любимое место дома? Уверен, что для многих это кухня. Особенно сейчас, в период самоизоляции. Там можно и поваловать себя чем-нибудь вкусным, и развлечься, и приготовить что-то новое. Помочь с последним вам точно сможет студенческий этнический совет СКФУ. Ребята запустили акцию «Готовь вместе». В социальных сетях они делятся рецептами национальных блюд. Свои кулинарные способности раскрыла и Яна Лукошкина. Добрый вечер, мои дорогие друзья. Я рада приветствовать всех своих инстазрителей на осетинской кухне в самом центре Северной Осетии. Элима, студентка СКФУ, на самоизоляции времени зря не теряет. Для себя девушка решила, хочет быть полезной. И стала вести вот такие прямые эфиры в соцсетях, где делятся рецептами национальных блюд. Вот, к примеру, рассказывает о нюансах приготовления теста для настоящих осетинских пирогов. Рецепт теста у нас традиционный. Мы готовим туда, добавляем муку, берем дрожжи, соль и вода. Никакие яйца, никакой кефир, молоко, сахар дополнительно мы не добавляем. Не удержалась и подключилась к прямому эфиру Элимы и я. Вместе мы приготовили кукурузные лепешки с сыром, популярные в Осетии. Рецепт простой и быстрый. Из ингредиентов лишь кукурузная мука, сыр, соль и теплая вода. Все это смешиваем, формируем небольшие лепешки и в печь. Такие онлайн-уроки – это прекрасная возможность научиться готовить что-то новое и необычное. У меня, к примеру, дома впервые кукурузная мука. И совсем скоро будет в нюанс целое блюдо. Я уже предвкушаю, как это будет вкусно. В соцсетях Этнического совета Северокавказского федерального университета также есть рецепты казачьей и дагестанской кухонь. И это только начало. Каждую неделю список национальных блюд будет пополняться. Так что у всех нас есть возможность стать настоящими шеф-поварами. А попробовала себя в осетинской кухне Яна Лукошкина, Ставропольское телевидение. Ну что ж, звучит рецепт несложно. Попросим Яну как-нибудь побаловать нашу редакцию. Ну а вот кто точно знает, как приготовить самое вкусное, информационное и пробуждающе бодрящее блюдо, это наши ребята из программы «Утро на своем». Они в прямом эфире работают по будням с 7 утра. Невероятные трюки, опасные эксперименты, магические перевоплощения. Все это не в нашем эфире, зато в «Утре на своем». Море призов, куча смеха, мегатонны позитива и Анна Кривецкая. Это важно. Итак, первый вопрос. Так. Кто может приготовить шанги? Мне нравится. Забавно. Кто стоял в планке 15 минут? Это вот эта вот дамочка. Кто покусает Антона Китлева после челленджа? Ох, я боюсь, что вот так, наверное. Кто заслуживает премию за последний месяц? Ну что ж, ребят, там, как видите, весело. Ну а я передаю эстафету своему коллеге Герману Кудеярову с новостями спорта. Герман, привет. Привет, Никита. Вот ты, наверное, видел, мы только что показывали сюжет о том, что у школьников, у студентов началась снова учеба. И мы в последнее время рассказывали о киберспорте по понятным причинам. И, возможно, играть у студентов теперь времени стало, ну, поменьше. А вот как раз таки наоборот и специально для них даже организовали киберспортивный турнир. Рассказывай. Ассоциация студенческих спортивных клубов России запустила киберспортивные игры. Турнир продлится до 5 мая по двум дисциплинам. Это футбольный симулятор FIFA 20 и Dota 2. Участие в соревнованиях принимают учащиеся от 17 до 30 лет. Допускаются команды, сформированные из студентов одного учебного заведения. Сначала они пройдут отборочный этап, а в финал выйдут 24 команды. Подробнее об этом мы расскажем в следующих выпусках. Мы будем следить за этими соревнованиями. Аганболисты Ставропольского Виктора стали волонтерами. Спортивное добровольческое движение организовал директор клуба Иван Фиев. Теперь викторианцы помогают пожилым людям и инвалидам. Бывают забавные ситуации. Ваню Харитонова, например, одна бабушка попросила телевизор починить. Самое интересное, что у Вани получилось это сделать. Нам приятно помогать другим людям. И всех, у кого есть возможность, призываем помогать группе риска. Рассказал капитан команды Антон Заболоцкий. Ну а на этом у меня еще не все. Сегодня день рождения у самого близкого мне человека. Мам, я поздравляю тебя и хочу сказать, что я очень ценю все, что ты делаешь и очень сильно тебя люблю. Ну а теперь слово Никите. Герман, как маму зовут? Виктория. Виктория, мы тоже всем нашим коллективом присоединяемся к поздравлениям. У вас отличный сын. Все видят. Герман, спасибо тебе большое. Увидимся завтра. Пока. Счастливо. И еще кое-что. Многие слышали, что с начала эпидемии вируса в итальянской Венеции исчезли туристы. И в каналы вернулись дельфины. Интернет сразу ответил шквалом шуток. В Россию на улице вернулись медведи. Кому-то вернулась бывшая. А в Ставрополе по дорогам теперь гуляют утки. Вот это видео сняли в 204-м квартале города. Две сплошные, хладнокровно пересекает пернатый. Ну на самом деле это огарь. Краснокнижная утка, которая недавно сбежала из местного зоопарка. Надеемся, что с птицей все в порядке и ее вернули домой. Тем более пропуск у нее вряд ли есть. Ну а на этом все. Если у вас есть новость или проблема, о которой хотите поделиться, то пишите нам в мессенджеры WhatsApp и Telegram по этому номеру. Также присылайте фото, видео и описание. Ну а мы в свою очередь сделаем об этом репортаж. Далее прогноз погоды. Все об этом знает моя коллега Яна Лукошкина. И прямо сейчас она поделится всей необходимой информацией. Я же на этом с вами прощаюсь. Мы и далее продолжим работать для вас, пока вы остаетесь дома. Меня зовут Никита Шишков. Хорошего вам вечера. Увидимся. Ночью плюс шесть. В минеральных водах днем до плюс одиннадцати. Ночью плюс семь. Осадков не ожидается. В Кисловодске также облачно. Плюс шесть днем и плюс три ночью. Без осадков. Переходим к востоку края. В Ипатово, Нефтекумске, Дивном, Буденновске и Арсгире значительная облачность. Днем плюс двенадцать. Ночью плюс семь. Без осадков. Несмотря на календарную весну, в Швеции все еще царит зима. Недавно парящие в атмосфере ледяные кристаллы образовали там из солнечных лучей яркий 22-градусный ореол. Фотографу удалось запечатлеть это волшебное явление. На этом у меня все. Увидимся на своем. Редактор субтитров А.Семкин